Но пожизненный муфти, а он был типа пожизненным муфтием, Гадыров говорил, что он будет пожизненным, его в итоге сняли. В том числе, мы бы могли снимать короткие фильмы про наших героев войны, нанять актеров, операторов, режиссеров, это пошло бы на пользу Ичкерии. Алейкум ассалам. Она распадется, и вообще мы не должны даже этого желать, чтобы она распалась. Россия, пусть она будет, просто нужно... Проблема с Россией решится тогда, когда во власть придут там нормальные, здравые люди. И все, как страна, она нормальная, пусть она будет. Просто нормальные люди пришли во власть, и она сразу же с ними отношения выровняется. Проблема вся в России это в том, что там до сих пор не приходили нормальные люди к власти. Вот в чем вся проблема. А так, вы знаете, говорить о разрушении, распаде России, ну это ядерная держава, это очень сложный момент. Вы представляете сейчас, если они распадутся, то куда девать этот ядерный потенциал, за кем он останется, на какие страны она распадется. Теперь, так ладно, есть одна страна, Россия, да, с ядерным потенциалом, а если она распадется на три, там, на пять стран, это что, пять стран с ядерным оружием? Это никому не нужно в этом мире. Это очень сложный вопрос. Салам Тумсо, расскажи, как относишься к Салману Радуеву. Видел его интервью в российском ГУЛАГе, начало 2000-х. Несмотря на пытки, он держался очень достойно, но списал на ваххабитов все беды Ичкерии. Ну, это такой общий прием был у большинства руководителей того времени. У многих этот тренд не отпускает, и сегодня они все списывают на ваххабитов и на ваххабитов. Я оцениваю Радуева как человека, который после ряда покушений на него просто стал не совсем адекватным. Ну, реально он получил очень серьезную травму головы, после чего его мыслительные органы стали давать сбой. Поэтому в конце его жизни он был уже не совсем вменяемым человеком, и ему поэтому все это прощается. Иначе никак мы не можем объяснить все то, что он говорил и делал. Это очень противоречивые вещи. А то, что списывалось на ваххабитов, ну, тогда многие так делали, особенно из того крыла. И леча ислама в борода, да помилует его Аллах, когда он тоже попал в плен, он тоже говорил о ваххабитах, о ваххабизме. И это реально было мнением тех людей тогда, действительно. И Масхадов когда-то был на этих убеждениях, и окружение Масхадова когда-то были на этих убеждениях. Хвала Аллаху, потом это исправилось, конечно. И даже Басаев в свое время тоже был противником ваххабизма, так называемого пресловутого. Но потихоньку это было, конечно, преодолено. И уже в 2002 году, когда Масхадов делает обращение, там мы видим, что человек прозрел, понял многое. И хвала Аллаху, что эти вещи были преодолены. Я даже скажу вам, Умаров, доктор, который был объявлен там чуть ли главным ваххабитом впоследствии, он тоже был ярым противником ваххабизма в свое время. Тоже был на той стороне. Томсом, мы бы могли снимать короткие фильмы про наших героев войны, нанять актеров, операторов, режиссеров, это пошло бы на пользу Ичкерии. Слушай, нам вообще сейчас не до этого, если честно. Вообще. Я дам не то, что фильмы. Нам бы хотя бы сделать с ними интервью. Сделать такие фильмы, когда реальные участники боевых действий рассказывали бы обо всем об этом. Вот как я сделал, допустим, про уничтожение Псковского десанта. Кстати, это видео заблокировано на территории России. Хотя бы подобные темы, даже не показывая лица, не называя имен, чтобы мы хотя бы вот так могли эту историю знать с этой, с нашей стороны. А то у нас есть только сторона российской пропаганды. Людей судят по вершинам. И такое преступление, как сажение на бутылку, не стерется с памяти Кавказа и Войнахова. Это преступление по всем законам. Согласен. Согласен. Я согласен с тем, что мы этого, конечно, не забудем. Но мы к этому стали относиться проще. То есть, такие прецеденты, они, конечно, нас делают более хладнокровными. Вот к подобным вещам. То есть, следующий эпизод с бутылкой нас уже так не удивит, как вот тот первый. Конечно, мы тогда испытали некий шок. А вот сейчас следующее уже будет воспринято как повторение. Скажи, Томсо, почему из-за чего исчез из политической и религиозной жизни бывший Муфтий Мерзаев? Чем он не угодил к адресской власти? Я не могу знать этого наверняка. Но, по слухам, его убрали из-за недостаточно уважительного отношения к семейству Падишаха, скажем так. Так, говорят, что во время открытия мечети в Аргуне, которая названа именем его матери, Рамзана Матери, там, в общем, на первый ряд, ну, они, естественно, сделали помпезное открытие, там поставили вот эти вот сцену, были разные гости. И там где-то на первых рядах они, значит, определили места для детей Кадырова. Они тогда вообще были молокососами. И, в общем, они сидели там вначале, а он, говорят, приехал и решил их пересадить. Типа сказал, что там высокопоставленные гости, там разные шейхи, типа, приехали, они должны здесь сидеть, а вы пересядьте. И на это, говорит, возразил Адаудов, по-моему, сказал, что, типа, это самый важный, здесь нет никого важнее, значит, королевской знати. В общем, из-за этого, говорят, там что-то произошло, и его сняли. Но это такой слух. Насколько он правдив, я не знаю. Но пожизненный муфти, а он был, типа, пожизненным муфтием, Кадыров говорил, что он будет пожизненным, его в итоге сняли с этой должности. Что думаешь насчет того, что Россия допустила использование незаконной и преступной с точки зрения УК РФ кровной мести официальными лицами? Да это уже никого не удивляет. Это, конечно, это абсурд, когда глава российского региона поручает руководителю парламента российского региона объявить кровную месть. Но мы как бы это уже проходили, это нас не удивляет. Но это в целом абсурд, конечно. Это недопустимые вещи в рамках российского правового поля. Но это происходит уже не в первый раз, и это нас поэтому не удивляет. Как ты думаешь, если бы сегодня имам Газим Мухаммад, шейх Мансур, имам Шамиль, его наиб Байсангур Биновский воевали бы против агрессора России, то суфисты Кавказа и сам Кадыров примкнул бы к ним или... Нет, они бы назвали бы их ваххабитами, псами ада, хавариджами, теми потомками тех, которые убили асхаба Али, Али ибн Абуталиба, да будет уволен им Аллах, и воевали бы против них. Почему бы и нет? Конечно нет, как они могут примкнуть к ним, присягнуть им. Ты эти комментарии где читаешь, мы вроде бы другое пишем, говорит. Ну не знаю, у нас с вами разные чаты, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok